Судя по платежкам за коммунальные услуги, налог на роскошь все-таки ввели. Но, возможно, государство немного умерет аппетиты. В России примут единую тарифную сетку по оплате за капремонт. Рубль будут брать за квадратный метр по России и 2 рубля с регионов Крайнего Севера. Депутаты полагают, что если инициатива будет принята, то суммы в платежках горожан заметно снизятся. Сегодня размеры взносов в регионах России существенно отличаются. В среднем они колеблются от 5 до 7 рублей за метр. Самый низкий тариф установлен в Петербурге – 2 рубля за квадратный метр. В Тюмени самый высокий – 20 рублей. Москвичи платят за капремонт по 15 рублей за квадрат. Мастеркард получила в 2014 году чистую прибыль более 660 миллионов рублей. Выручка компании в России выросла почти в 55 раз до 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Валовая прибыль составила 860 миллионов рублей. Оператор платежной системы Visa в России в 2014 году увеличил чистую прибыль в 2,7 раза до 133 миллионов рублей. Выручка компании выросла почти в два раза до 3,5 миллиардов рублей. Валовая прибыль составила 539 миллионов рублей. На Visa и MasterCard приходится более 90% выпущенных в России пластиковых карт. В 2015 году системы перевели процессинг по внутрироссийским транзакциям в национальную систему платежных карт. За май российский турпоток в Эстонию сократился на 27%. Такие данные привел Департамент статистики Эстонии. По оценкам туроператоров цифра снижения турпотока еще больше и доходит примерно до 40%. Причем исправление ситуации в летнем сезоне не ожидается. В мае этого года Эстонию посетили всего 17,5 тысяч российских туристов. В прошлом году результат был больше 24 тысячи человек. При этом снижение российского турпотока отмечается местным турбизнесом с начала года. Лидерами по турпотоку стали финны. Они составляют 46% всего объема туристов в Эстонию. Хотя и этот показатель заметно снизился с прошлого года. Чем же так Эстония-то не угодила? А у меня на этом все. Хороших выходных!